Всем привет! Приветствую вас в своем новом видео и сегодня будет пошаговое подробное видео, как я выстраиваю форму глаза в абсолютно любом макияже. То есть макияж может быть разный, форма может быть разная, но принцип построения всегда один и тот же. И сегодня я на примере трех разных форм покажу, как этот принцип работает. Работать я сегодня буду с моей любимой настольной палеткой от Too Faced. Итак, первая форма, которую я буду строить, это будет с растяжкой теней к вискам, то есть более такой сдернутый макияж. И здесь я использую скотч и вам советую. Смотрите, если вы боитесь, что на одном глазу скотч так приклеите, на другом глазу иначе, то берите вот такую длинную полоску. Потому что когда вы берете именно вот такую длинную полоску, вы опираетесь, делаете упор на кончик носа, на боковую поверхность носа и уже тянете ее, задаете куда вам нужно. Прямо к виску. Тогда какие-то погрешности в плане градусов не так страшны, то есть они практически минимализируются. Я буду использовать мою любимую базу Lora, которая шла в комплекте с палетками. Она уже у меня очень давно и до сих пор не засохла, все с ней замечательно. Вообще у меня веки не жирные, не жирнятся, поэтому многие тени мои палетки хорошо держатся даже просто на голом веке. Но сегодня я все равно нанесу базу. Однако я бы советовала всегда давать базе чуть-чуть подсохнуть, потому что пока она не схватилась, она такая вот кремовая, на нее тени могут лечь пятно. Обычно в макияже я использую три оттенка, то есть если это матовый коричневый макияж или бежевый макияж, то средний цвет я буду использовать в складку, самый светлый на подвижное веко и затемнять самым темным. Поэтому в этой палетке я возьму оттенок Кашемир, который и является средним. И я думаю, что многие знают, чем пушистее кисточка, тем воздушнее наносится цвет. Чистой пушистой кисточкой я смягчаю и очень хорошо растушевываю. И уже остатки тушевки я вывожу вот сюда, к виску. То есть здесь уже должна быть какая-то очень-очень легкая вуаль. То есть основной цвет мы тушуем здесь, а здесь остатки, самые-самые последние крупицы. Чтобы это все дело соединить, я беру самый светлый оттенок, цвет пудры. Он, кстати, в этой палетке очень пигментированный для своего цвета. И провожу им под бровью, соединяя тушевку. Как видите, скотч нам помогает не наделать грязи и очень точно задать направление к вискам. Дальше я буду работать вот такой маленькой кисточкой. Опять же, потому что у меня маленькая века и мне так удобнее. И беру оттенок Rich. Такой вкусный шоколад. И веду от уголка очень близко. Сначала очень-очень близко к нашему скотчу. Получается такая стрелочка. В общем-то, я очень часто делаю и такой вариант стрелки, потому что тени хорошо держатся в течение всего дня. Эта стрелка никуда не девается. Но здесь у нас стрелки не будет. Мы будем именно затемнять уголочек. И вот тут и начинается самое главное. Это то, что я раньше не знала, потому что как-то об этом никто не говорил. Я не знаю. Я очень многих ютублогеров смотрела и визажистов. Но никто не говорил, что мы должны всегда держать в голове вот эту точку, девочки. Вот эта точка наш самый главный ориентир. То есть наша века, середина, высшая точка. То есть вся наша тушевка основного темного цвета и вообще весь наш темный цвет ни в коем случае не должен выходить дальше этой точки. Тогда макияжи получаются более аккуратными, более гармоничными. И как только я узнала эту информацию, стала соблюдать дистанцию, все стало получаться гораздо лучше. Я специально сейчас не довела темный цвет до этой границы, о которой я говорила, для того, чтобы когда я буду растушевывать, цвет сам растянулся до этой точки. Конечно же это не означает, что надо только так и не иначе делать. Но я просто делюсь наблюдением, что когда я стала это практиковать, реально стало больше комплиментов собирать на макияж. Они лучше стали получаться на фото, на видео. То есть я только плюсы вижу. Вообще при моем строении века считается, когда нет такой ярко выраженной косточки, можно тушевку продлевать чуть ли не до бровей. И это действительно так. Но самое главное, самый темный цвет держать в этой зоне. Это самое важное. И вот смотрите, когда мы тушуем, чтобы был плавный переход, я беру опять средний цвет. На кончик набираю его средний. И вот здесь по границе наношу. Если эта кисточка уже испачкалась, надо взять другую, другую чистенькую кисточку, чтобы тоже помогать в тушевке. В самый светлый тоже можно сюда положить цвет, который вы уведете в беж, такой цвет пудры. То есть самое главное нам добиться плавной-плавной тушевки. Если положить темный цвет еще до середины века, близко рисуя его к нашему ресничному краю и тоже подрастушевать, то получится в итоге со стороны как красивая растушеванная стрелка макияжа. Потому что я когда стала делать такой макияж, мне даже муж начал говорить, ты начала стрелки по-новому рисовать. Я говорю, да это не стрелки, это затемненный уголок. Но вот со стороны это выглядит именно больше как такая красивая растушеванная стрелочка. Я думаю, на этом этапе уже можно закончить и нанести вот сюда основной цвет. Вообще я чисто матовый макияж, вот абсолютно стопроцентно матовый, практически не делала себе в обычной жизни, потому что матовые тени мне основного века немного жуют. Я бы сюда однозначно бухнула какой-то сверкалки типа Бернович, каким-то влажным эффектом нюдовый. Мне очень нравится такой эффект. Но в видео, конечно, такой макияж смотрится очень выигрышно. Ну и когда уже нанесен основной цвет, можно здесь уже добавить темного. Но опять же мы держим в голове эту точку, не выходим за нее. И еще, чтобы как-то соединить, можно еще вот сюда на переход добавить среднего цвета, который у нас был в складке века. Или если особо от него толку нет, то тогда просто более воздушно растушевать. Потому что я смотрю, от среднего цвета у меня особо толку реально нет. Вот именно в этом макияже. Я все-таки не могу удержаться. У меня тут есть мой любимчик, такой золотоперсиковый цвет. Я очень его люблю немножко в переход добавлять. Снимаю скотч. И видите, как аккуратно и красиво получается. Я довольна. Я вижу, что у меня еще вот здесь есть просвет такой. Можно взять каял и там прокрасить. Но пока я этого делать не буду, потому что хочу еще вариант с накладными ресницами вам показать. Наконец-то ко мне приехали нормальные ресницы с Алика. Вот только-только муж принес посылку, где они хорошо именно загнуты кверху. То есть подкручены. Потому что иначе они вот тоже прямо вот так смотрят. И мне это не нравится. Наклею и сейчас к вам вернусь. Что ж, попробую выстроить вторую форму, не портя этот макияж. Опять берем скотч. И здесь мы не к вискам уже тянем, да. А делаем более горизонтальную линию. То есть вот так вот. Обычно такой макияж используют визажисты, когда нижнее веко они вообще не прокрашивают. То есть весь акцент идет на верхнее веко. И, например, цвет используемый на подвижном веке совпадает с цветом губ. Таким образом у нас направляющая должна плясать от этой точки. То есть вот куда мы можем максимально ее пустить. То есть вот так же мы не сделаем или вот так, да. То есть мы опираемся на вот эту выпуклую часть. И вот так вот я снова, видите, веду вдоль скотча. И тяну. И снова я в голове держу эту точку и не поднимаюсь темным цветом выше. Снова возьму самый светлый или средний цвет, чтобы на границу нанести, чтобы были плавные переходы. Можно немножко добавить вот этого вот розового золотишка. Вот такая вот выразительная у нас форма получается, более, да, вечерний вариант. Очень красиво смотрится, когда здесь какой-то яркий, либо очень сочный цвет, например, красный какой-то. Либо какой-то красивый спаркл или глиттер. Давайте я, наверное, сейчас глиттер нанесу, и вы увидите. Ну и раз макияж трансформируется уже плавно во что-то вечернее, тогда и нижнее веко. Вот здесь хочется подчеркнуть какой-то сверкалочкой. Например, красивый здесь неоновый есть, белый, жемчужный оттенок, который я обожаю. Ну что ж, добьем, наверное, и третью форму. Это когда мы никуда не тянем тушевку. Она у нас будет сосредоточена вот здесь в районе глаза только. И еще я очень часто делаю так, когда я знаю, что у меня будет использоваться темный цвет, и, допустим, это будет что-то в виде смоки, я беру вообще вот такую огромную кисточку, видите, с тонким, таким зауженным кончиком, потому что она тогда вообще супер просто поверхностно нанесет тени, прям такой вуалью. Набираю, немного смахиваю об зеркало, и вот так вот прохожу этот трюк. Я увидела у Гуара, она часто так делает, она вообще берет какими-то скульптурирующими штуками, проходится. То есть вот так вот мы прошлись, и видите, такая получается легкая-легкая тень. Я это уже как-то даже во влогах вам показывала. И потом просто на эту вуаль легче уходит тушевка. Здесь я уже скотч не использую, потому что куда-то везти далеко не надо. И вот ставлю кисточку на уголочек и веду сюда. Я вижу, что нет-нет, моя рука все равно вытягивает. Ну, мы это подправим потом консилером. Я пока воспользуюсь советом Егора Андрюшина, который всегда говорит, что надо хорошо прокрашивать нижнее веко, типа улыбнуться, и вот где у нас там глаз внутри заканчивается, вон там и должно быть у нас нижнее веко. Теперь возьму вот этот вот шоколад темный и нанесу сюда. И совсем немножко наношу, то есть не зляпывая его до самого верха, ношу немного, потому что дальше цвет будет тянуться. Кто-то мне там усердно шлет смс, надеюсь, вас это не сильно отвлекает. Я сегодня без микрофона, потому что руки сдевают микрофон. Честно говоря, я не люблю на себе такой макияж, когда и вот здесь темнота получается. Но не всегда мне нравится, как это выглядит. И очень долго приходится тушевать, у меня нервы начинают сдавать. В общем, я все время хочу что-то подправить, что-то исправить. В общем, это бесконечный процесс, как вы понимаете. Поэтому не всегда любительница таких делать смойки. И вот здесь вот у нас вообще должна быть такая плавная-плавная, плавная-плавная вуаль. И опять же напоминаю, что выше этой точки у нас может идти только тушевка. Самый темный цвет вот этой зоне должен сосредотачиваться. Без каяла черного здесь, конечно, никуда. Тушевка, тушевка, еще раз тушевка. И очень часто я бываю недовольна все равно. И хочется какой-то красивый блик сюда замутить. Не оставлять это вот так. Это выглядит как просто какая-то подготовка, подложка. Давайте, что ли, возьмем LOREC GOLD. Здесь есть такой красивый антично-золотой оттенок. И нанесем его в серединку. На серединку еще возьмем светленького цвета. Такой ванильный, золотым, немного переливом. У меня вечная проблема с уголком вот этим. Потому что у меня своих ресниц здесь очень мало. В этом уголке и накладные. И мне за что зацепиться. Поэтому извиняйте. А еще у меня заследился глаз. И весь клей куда-то испарился. Ну и надеюсь, про саму форму вам понятно. То есть мы не тянем никуда тушевку. А работаем в зоне нашего века. Очень, кстати, люблю эти тени LOREC GOLD. Потрясающие у них золотые оттенки. Но они очень мягкие и очень рыхлые. Ну что ж, на этом все. Надеюсь, вам было интересно. Поддерживайте такие видео вальцем вверх. Чтобы они не проваливались в просмотрах. И тогда рубрики будут выходить чаще. У меня как раз есть несколько палеток новых. Которые я хочу показать именно в действии. С макияжами вот так пошагово. А не просто делать обзор на них. Или оставлять отзыв. То есть, чтобы все было наглядно, понятно, видно, хорошо. Спасибо еще раз за просмотр. Увидимся. Пока-пока.